Современный комплекс водоснабжения в Татарском районе построят в рамках национального проекта «Экология». Объем инвестиций составит около 300 миллионов рублей. О сроках реализации этого проекта и о том, какие еще решения принял глава региона, побывав на Западе области, расскажут наши корреспонденты. Просто наша вот такая самая главная проблема, которой хотелось бы все-таки и современный факт, потому что стоит вот в такой завалюшке маленькой. На прием по личным вопросам люди приходят с проблемами, поэтому именно во время такого общения можно понять, как живется в том или ином поселке. В деревне Рождественка говорят хорошо. Из 330 жителей сразу 70 дети. Но правда в ПАП ютится в старом деревянном доме. Нашу большую программу по строительству ПАПов. ПАП деревня Рождественка включен на 20-й год. А в селе Северо-Татарское появится новый фельдшерский акушерский пункт уже в этом году. Строители сдадут его на месяц раньше запланированного срока в рамках нацпроекта здравоохранения. И фельдшер в нем будет работать, приехавшая из Венгерово по программе «Земский доктор». Люди уже спрашивают, когда откроется? Конечно, спрашивают. Они лежат тут, грезят, переживают, что окон нет. Что у нас в ПАП без окон будет? Подождите, все будет. Особое внимание Татарской центральной районной больницы. Именно на ее базе планируется организовать сосудистые отделения для жителей сразу пяти западных районов Новосибирской области. Из бюджета уже выделены средства для приобретения оборудования. От электрокардиографа до лор-комбайна. А в будущем это может быть даже региональный сосудистый центр. И тогда не придется ездить за 500 километров на операции в Новосибирск. Также обсудили эффективность работы санитарной авиации. И медики Татарска уже почувствовали, насколько удобно, а зачастую даже просто безопасно, отправлять пациентов на специализированном вертолете. Обсудили состояние посадочной площадки. Она позволяет в Татарске для того, чтобы выполнять полеты и ночью. Сдвинуто с места теперь и строительство в райцентре школы номер 5. Об этом тоже говорили на личном приеме. Старое здание еще 30-е годы прошлого века, а новое превратилось в долгострой. Губернатор поручил срочно подготовить проектосметную документацию для того, чтобы затем приступить к работе. Строить новые школы, фельдшерско-акушерские пункты, километры новых дорог жителям Татарского района теперь предстоит под руководством нового главы. Вместо ушедшего по собственному желанию Владимира Смирнова на эту должность назначен Юрий Вязов, до этого возглавлявший Баганский район. Дмитрий Иванов, Михаил Дорошенко, Андрей Дулепов. Новости ОТС.